Всем привет! В этом видео поговорим о том, как огромный теплоход Адмирал Невельской совершил свой первый регулярный рейс. Теплоход Адмирал Невельской совершил первый регулярный рейс. Новое недавно построенное судно будет использовано в качестве парома для перевозки пассажиров и грузов между Сахалином и Курильскими островами. Первый маршрут с 50 пассажирами на борту паром прошел от Сахалина к островам Итруб, Кунашир и Шикотан. Весь путь занял четверо суток. Строительство теплохода Адмирал Невельской было заложено в марте 2019 года на Невском судостроительно-судоремонтном заводе и длилось около полутора лет. В декабре 2020 года судно было передано заказчику Сахалин Лизингфлоту, который заказал строительство сразу двух аналогичных судов. Второе судно Павел Леонов уже построено и проходит испытание в Ладожском озере. Вскоре оно также направится на Сахалин для несения службы. Стоимость контракта на строительство двух теплоходов составила почти 5 миллиардов рублей. Теплоход Адмирал Невельской построен на основе проекта универсального арктического буксира. Данное судно имеет ледовый класс, усиленный в прочности борта и предназначено для эксплуатации в суровых климатических условиях. Теплоход способен обеспечить перевозку 146 пассажиров, размещаемых в уютных каютах, каждая из которых оснащена собственным душем и туалетом. Помимо пассажиров, теплоход способен перевозить грузы, контейнеры и легковые автомобили. Судно оборудовано грузовым электрогидравлическим краном. Вместимость грузового трюма составляет 900 кубических метров. Дальность плавания составляет 5000 морских миль. Запаса топлива достаточно для плавания без захода в порт, в течение 15 суток. Вместительный теплоход имеет длину в 75 метров, ширину в 16 метров и высоту бортов около 7 метров. В движение судно приводит два двигателя, мощность каждого из которых составляет 1800 кВт. Скорость движения судна по воде составляет чуть более 14 узлов, или 26,5 км в час. Эксплуатация двух новых грузопассажирских паромов Адмирал Невельской и Павел Леонов позволит обеспечить круглогодичную навигацию между Курильскими островами и Сахалином. Предполагается, что это позволит увеличить объем перевозки людей и грузов сразу в три раза в сравнении с текущими показателями. При этом важно, что помимо роста количественных показателей, заметно улучшится и уровень комфорта для пассажиров. На борту судна, помимо уютных кабин, располагается вместительный ресторан и бар. Есть также небольшой тренажерный зал и сауна с бассейном.